Ураган Афелия, который сформировался 9 октября 2017 года, в Атлантическом океане достиг второй категории со скоростью ветра, превышающей 40 метров в секунду. Метеорологические прогнозы показывают, что 16 октября 2017 года ураган достигнет побережья Британских островов со скоростью 44 метра в секунду. Достигнув островов, шторм может стать сильнейшим штормом в регионе за последние 30 лет. Самое главное, в любых сложных ситуациях никогда нельзя падать духом. Человек, который умеет сохранять бодрость духа, всегда найдет выход из любой напасти. Всегда, в каждой ситуации оставайтесь человеком. Объединение людей – залог выживания человечества. Если вы попали в штормовую погоду, помните, что наиболее опасными во время шторма являются удары молний. Первое, что нужно сделать, это перестать волноваться и успокоиться. Находясь на улице, осмотритесь вокруг и найдите безопасное укрытие, чтобы переждать непогоду. Избегайте открытых местностей. Молния, как правило, бьет в самую высокую точку. И человек, находящийся в поле, будет являться той самой точкой. Не прячьтесь в стогах сена. Если поблизости нет укрытий, спрячьтесь в любом возможном углублении – канаве, ложбине или самом низком месте поля. Сядьте на корточки и пригните голову. Не спешите покидать безопасное место, пока не пройдет 20-30 минут после удара последней молнии. Во время грозы уходите от водоемов, не купайтесь и не ловите рыбу. При ударе молнии вода распространяет удар в радиусе 100 метров. Нередко молния бьет в берега, поэтому подальше отойдите от берега. Не разговаривайте во время грозы по мобильному телефону. Даже входящий вызов может стать причиной попадания молнии. Лучше всего полностью выключите телефон, пока гроза не закончится. Также избегайте любых металлических предметов. Часы, цепочки и зонтик над головой – это потенциальные цели для попадания молнии. Находясь в лодке, поднимите защитный тент, наденьте сапоги или встаньте на любой электроизолирующий предмет. Накройтесь полиэтиленовым пакетом, чтобы вода стекала за края лодки, а не в лодку. Смотрите, чтобы пакет не соприкасался с водой. Находясь в лесу, помните, что молния, за исключением полян, никогда не бьет в землю. Деревья являются естественными громоотводами, и чем выше дерево, тем более оно привлекательно для молнии. Поэтому держитесь подальше от самых высоких, а также одиноко растущих деревьев. Самый безопасный вариант – сесть между низкорослыми деревьями с густыми кронами в позиции эмбриона, опустив голову на сомкнутых коленях и охваченных руками. Во время грозы не ставьте палатку на открытом месте и не сидите у горящего костра. Дым является хорошим проводником электричества. Находясь в горах, спуститесь с возвышенностей. Избегайте расщелин и желобов. Во время грозы трещины, заполненные водой, становятся проводником для стекания электричества. Безопаснее остановиться возле вертикального отвеса – пальца, высота которого превышает высоту человека в 5-6 раз, держась от него на расстоянии в 2 метра. Также можно укрыться в пещерах, но не ближе 2 метров от ее стен. Все металлические предметы необходимо собрать в рюкзак и спустить на веревки на 20-30 метров ниже по склону. Находясь в автомобиле, помните, что они хорошо защищают пассажиров. Поэтому во время грозы остановите машину, закройте все окна, отключите радиоприемник, мобильный телефон и GPS-навигатор. Не держитесь за металлические предметы. Находясь в доме во время грозы, закройте все двери и окна. Не зажигайте печь или камин. Закройте дымоход. Выходящий из трубы дым обладает высокой электропроводностью и может притянуть к себе электрический разряд. Выключите все электроприборы – радиоприемники, телевизоры, а также отключите антенну. Избегайте находиться вблизи окна или на чердаке, а также рядом с массивными металлическими предметами. Учитывая нарастающую интенсивность климатических бедствий на Земле, сейчас как никогда нам, людям, важно разобраться в том, кто мы и для чего в действительности нам дана эта жизнь. Глубокие и честные ответы на эти ключевые для каждого вопросы даны в уникальном фильме на канале АЛЛАТРА ТВ. Это больше, чем фильм. Это живая книга. Сознание и личность. От заведомо мертвого к вечно живому. Если вам понравился наш выпуск, ставьте лайк, делитесь видео с друзьями, подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе новостных климатических событий в мире. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!